В Краевом центре за попытку сексуального насилия над случайной знакомой и покушение на её убийство осуждены двое местных жителей. Процесс над друзьями шёл в закрытом режиме, поскольку в его ходе выяснились весьма интимные подробности. Кровавая история произошла на улице Краснодарской ещё в апреле 2013 года. Сотрудники полиции и скорой помощи прибыли на адрес по звонку очевидца. Горожанин рассказал, что с балкона пятого этажа выпала женщина. Я иду и смотрю, человек падает с пятого этажа. Не соврать, не солгать. Я просто испугался. Ну как я человек армейский, не подойду, не помогу человеку. Попытка притвориться очевидцам провалилась. Позже именно этот человек и его друг стали фигурантами уголовного дела. То, что они напрямую причастны к падению женщины, полицейские поняли едва попали в квартиру, где молодые люди распивали спиртное. В комнате оперативники обнаружили явные следы борьбы. В ходе следствия было установлено, что с 37-летней Хабаровчанкой приятели познакомились в районе железнодорожного вокзала. Продавца магазина пригласили в гости. Изрядно выпив, попытались навязать ей развлечение интимного характера. На отказ подозреваемые ответили агрессией. Жертву избили. Испугавшись, что потерпевшая может обратиться с заявлением в полицию, они решили скрыть следы преступления. И взяв за руки и за ноги потерпевшую, скинули с четвертого этажа. Потерпевшая провела в больнице три недели, а потом еще несколько месяцев была нетрудоспособна. После падения с 10-метровой высоты врачам удалось поставить пациентку на ноги. Несмотря на отсутствие тяжких последствий, свою вину признал только один из подсудимых. Он был приговорен к 11 годам исправительной колонии строгого режима. Второй, тот самый лжеочевидец, продолжал настаивать, что женщина выпрыгнула с балкона сама и без всякой на то причины. В места лишения свободы он отправлен на 12 лет. Для обоих приятелей эта судимость стала первой. С места происшествия Евгения Куликова, Анастасия Кузьмина и Александр Шумихин.